Здравствуйте! Вы на канале Тактик Медиа. Меня зовут Григорий Пернавский. Со мной сегодня кандидат исторических наук Илья Стрекалов. И мы сегодня продолжим историю создания киноэпопеи «Освобождение». Но сначала я хочу заострить ваше внимание на трех фактах. Первое – это тот факт, что лучше всего поддержку каналу оказывать на платформе спонсор. Как вы помните, только из-за вашей постоянной поддержки мы можем выпускать новые ролики. Для вашего удовольствия, для пущего знания. И, наконец, прошу вас поддержать кротфандинг на издании детской книги о Сталинградской битве, которую в издательстве «Пятый рим» пишем я, Алексей Исаев, ну и наша команда, с которой мы создали предыдущие книги. Ссылочка тоже будет поставлена вниз ролика. Ну, а теперь краткое содержание предыдущей части. Если кто-то не видел в предыдущей части, мы узнали вообще, почему было принято решение, снимать большую киноэпопею после почти 20-летнего перерыва, кто был фактически инициатором этого. И мы с вами узнали о том, что в будущем появлении этой самой киноэпопеи сошлись социальные заказы как сверху, так снизу, так, в общем-то, и со всех сторон. То есть, в таком фильме была потребность. И закончили мы на том, что наконец-то было принято окончательное решение о том, что эту киноэпопею будут снимать, и авторская группа села за сценарий. Дальше я передам Илье слово, но вначале первый вопрос, потому что многие граждане интересовались вообще в каких архивах и где пришлось искать материалы по производству вот этой киноэпопеи. Да, ну, значит, у нас есть, конечно же, как у любого исследователя, который может прийти в архив, это федеральные архивы, это российский государственный архив литературы и искусства, в котором у нас имеет место быть фонд комитета по кинематографии при соединении СССР, который, естественно, контролировал, курировал всю работу, связанную с этим. Там же есть фонд союза кинематографистов, поскольку там это тоже где-то обсуждалось, в куварах где-то есть инограммы и так далее, конференции, семинары. Есть же и фонд киностудии «Масфильм» до 65-го года, а после 65-го года документы на самой киностудии находятся, где, собственно говоря, мне тоже, можно сказать, посчастливилось поработать. Очень хорошие люди, но Карен Георгиевич Шахназаров нам предоставил такую возможность. Далее, конечно, из федеральных архивов можно вспомнить еще архив новейшей истории, бывший архив ЦК КПСС. Там есть документы аппарата ЦК КПСС, в частности, отдела культуры, политбюро, секретариат ЦК, в общем, те, кто мог быть заинтересован, те, кто мог быть к этому причастен, отдел общих, под отдел писем общего отдела ЦК, тоже интересные там есть для нас документы, об этом еще скажем. Конечно, это и архив города Москвы, потому что там есть фонд главного редактора своими киностудиями «Масфильм» Леонида Нехорошего, там есть в отдельном месте хранятся документы партийные, парткома киностудии «Масфильм», тоже там иногда обсуждались какие-то вещи. И, конечно, нельзя не обойти вниманием ведомственные архивы, и прежде всего архивы, центральный архив Министерства обороны, которые находятся в городе Подольске, куда, конечно, кататься далеко, но тем не менее интересно, потому что там есть фонд главного политического управления Советской армии военно-моркового флота, там есть у нас секретариат Министерства обороны, и в этих материалах мы тоже можем кое-что увидеть, и, наверное, сегодня даже немножко об этом скажем, как военные структуры реагировали на киноэпопию, на сценарий. И, конечно, нельзя не обойти вниманием, потому что мы не просто исторический сюжет какой-то рассматриваем, а творческий процесс – это, конечно, личности, это, конечно, личные архивы. И здесь мы в первую очередь можем обратиться к личному архиву Юрия Николаевича Озерова. Удалось мне познакомиться с этими документами, так сказать, пощупать их, потрогать, посмотреть фотографии уделяя Кримовне Озеровой. Кроме того, это личный архив оператора, главного оператора киноэпопеи Игоря Михайловича Слабневича. Пообщались и с его дочерью Галиной Игоревной. Это личные архивы просто самых разных людей, которые так или иначе имели место отношения к киноэпопеи. Это, скажем, главный военный консультант Штеменко и начальник отдела культуры, политуправления даже так, Евгений Иванович Востоков. И были более такие отдельные экзотичные случаи. Скажем, в музее МХАТ находится архив человека, который долгие годы был его директором. А это никто иной, как артист театра и кино Владлен Давыдов, который сыграл роль Расовского в киноэпопее. Там тоже кое-что интересное удалось найти. Ну и, кроме того, конечно, это беседы. Беседы с теми, кто имел отношение. Конечно, не так много уже на сегодняшний день осталось живых людей, которые могут что-то нам рассказать. Большая часть, абсолютное большинство людей из съемочной группы уже, к сожалению, не с нами. Но прошло много лет, это и понятно. Но, тем не менее, есть актеры. Есть актеры, в частности, Сергей Никоненко, Лев Прыгунов, Лариса Голубкина, Михаил Ножкин, с кем удалось пообщаться. Есть, скажем, помощник-монтажер Светлана Метелица, которая впоследствии много работала с Озеровым. Есть сын режиссера, второго режиссера, Юлия Михайловича Куна, Юлия Ильич Кун. В общем, много кто. Это тоже, конечно, безусловно, интересно. Это, так сказать, сильно раскрашивает серые архивные будни историка-исследователя. Поэтому примерно такой, наверное, круг источников. Ну, понятно, что, естественно, без просмотра пресса тех лет не обошлось, прочтение каких-то мемуаров и так далее, и так далее. Понятно. Итак, мы подошли к тому моменту, как сценарную заявку удовлетворили, и начался процесс создания сценария. Насколько я понимаю, процесс был этот, мягко говоря, непростым. Непростым, да. Непростым. Собственно, мы говорили о том, что в самой заявке мая 1965 года, подписанной, напоминаю, Первенцевым, Кургановым и Озеровым, речь шла о буквально последнем годе войны, то есть, когда Советский Союз вышел уже на границу государственную и начал освобождать, собственно, страны в Восточную Европу, дойдя до Берлина. Но в процессе работы над сценарием, в общем-то, пришли к пониманию, что, конечно, нужно вернуться к изначальной задумке. Я напоминаю, что в 1963 году речь шла о фильме о Курской дуге, масштабном художественном фильме, который должен был Владимир Петров ставить, да. Но, в общем, тогда не состоялось. Но, тем не менее, понятно, почему Курская дуга, понятно, почему Курская битва. Потому что это наступление. И наступление во всех смыслах этого слова. В военном, если говорить по 60-е годы, то уже и политическом, и идеологическом, пропагандистском. Поскольку самый длинный день раздражал всех, фальсификатора истории Второй мировой войны, да, супер-боевики на Западе. Ну, почему у нас нет такого фильма? То есть, на самом деле, в каком-то смысле у нас был такой фильм, скажем, в 1963 году «Живые и мёртвые» вышел. Но другое дело, что это 1941 год. Это 1941 год, это проблемы, это трагедии. Нужно было что-то такое. Что можно было поставить на одну доску с тем же самым длинным днём. Конечно, да, на одну ступень буквально. И вот, собственно говоря, вернулись, конечно, к замыслу Курской битвы. Сценарий пишется в течение года-полутора примерно. Процесс был длительный. Но параллельно шли ещё согласования по линии Совета министров. Я правильно понимаю, что Первенцев не принимал участия в написании сценария? Да. Там уже Юрий Бондарев подключился. Да, вот я хочу сказать, что, собственно говоря, летом 1965 года, когда заявка пришла в кинокомитет, когда они начали её прорабатывать, согласовывать между разными инстанциями, в начале июля 1965 года было совещание в кинокомитете, в расширенном составе, необычное совещание. То есть там присутствовали чиновники сами кинокомитета, там присутствовали представители политуправления Главпура, это начальник отдела культуры Востоков и его сотрудник, специалист, собственно, по киноискусству военному, полковник Лысой Глеб Борисович. Он всегда курировал вопросы киноискусства на протяжении долгих лет на самом деле в Главпуре. И, собственно, я так понимаю, что он делал основные заключения, он просматривал в основном сценарии и так далее. И также присутствовали писатели, в частности, Симонов, Полевой, да, и Первенцев тоже, если не ошибаюсь. Ну и понятно, что Озеров, Курганов, да. А в принципе, почему Первенцев не принял участие, наверное, можно косвенно найти свидетельство об этом документах, потому что там, когда давалось заключение изначально на эту заявку и шёл разговор о том, кого привлечь в кинокомитете, отметили, что Первенцев, да, безусловно, его можно привлечь, но там было такое в скобках замечание, он знает только южную часть фронта. Ну, я добавлю, что Аркадий Первенцев, он страдал туберкулёзом, мы про это говорили, и он на фронт стал так постоянно ездить, уже после того, как излечился от ранений, полученных в результате падения самолётов, авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Петров. Да, и вот по дневникам Первенцева видно, что да, он ездил действительно больше по... Ну, может быть, просто-напросто понимая, что у него туберкулёз, его в холодные места, но относительно просто не отправляли. И у него много довольно-таки о поездках, но он ездил не только на фронт, он корреспондентом был по общим вопросам, он заезжал и туда, на Дальний Восток куда-то, и в Среднюю Азию он ездил. Ну, да, скорее всего, вот этого эффекта присутствия он, видимо, дать не мог. Да, да, а как раз-таки Юрий Васильевич Бондарев, как мы с вами понимаем, прекрасно мог дать, потому что он у нас знал и Сталинград, и Куск, и, в общем-то, ему, как говорится, карты в руки. Да, и он его знал именно как артиллерист-противотанкист, поэтому это не сравнится ни с каким корреспондентским опытом. Да, знанием, да. И, собственно говоря, я так понимаю, что вот как раз в июле 65-го года было принято решение о том, что Бондарев войдёт в этот авторский коллектив. Теперь, значит, что тут нужно сказать? Ну, параллельно шло две работы. Перед тем, как кинокомитет принял основное решение, вообще, надо сказать, в сентябре 65-го года пришло письмо за подписью Романова, кинокомитет СССР, главпура Епишев и Минобороны, тогда ещё Малиновский. Три человека подписались письмо в Центральный комитет КПСС, вот, собственно говоря, о постановке фильма «Освобождение Европы». Впоследствии все мотивы этого письма были переданы в приказе председателя комитета по кинематографии, который почти спустя год был принят, в июне 66-го года, да. Да, значит, в чём дело? Тут, значит, параллельно шло две работы. То есть, с одной стороны, да, вот эта работа по линии инстанций согласовать, потому что понятно, что фильм планировался крупномасштабный. И, в принципе, тут надо было пройти много согласований с разными инстанциями. А параллельно, конечно, шла работа над сценарием. В сентябре 65-го года письмо где-то 20-го, примерно, 21-го сентября, Филипп Ермаш, который был, собственно, в секторе киноискусства отдела культуры ЦК, сообщил о том, что получено согласие секретарей ЦК в кинокомитет. Этот подлинник сохранился в фонде аппарата ЦК КПСС в архиве «Новейшая история». Можно заказать микрофильм и посмотреть его, собственно говоря, на аппарате. Там на подлиннике виза, что Демичев за, Подгорный за. Дальше к письму приложено проект постановления о начале, значит, работ над кинокартиной, где также приписывается, что Андропов за. Да, причем Андропов еще предлагает, чтобы Народная Республика Болгарии и Венгерская Народная Республика также приняли участие. Но вообще не случайно Андропов делает такое предложение. Мы-то все его знаем, как всесильного председателя КГБ. А в 65-м году он еще никаким КГБ не был. Он был в одном из отделов ЦК, заведовал работой по взаимодействию с странами соцслабия. Поэтому, собственно говоря, он и сделал такое предложение. И действительно, такой круг и был намечен. То есть, ГДР, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия. Мы увидим, что впоследствии этот список стран весьма претерпел изменения. Сразу скажу, что это какая-то Санта-Барбара. Но мы чуть позже об этом скажем. Соответственно, это вот по линии партии. Принято было, наконец, решение. Если мы продолжим эту инстанционную линию, то увидим, что на конце 65-го, начале 66-го года у нас идет согласование экономических, организационных вопросов в Совете Министров. И, собственно, естественно, Совет Министров ему, чтобы принять решение, что нужно. Ему надо запросить экономическую целесообразность, иностранные дела, вопросы и так далее. Соответственно, он запрашивает Госбанк СССР, Министерство финансов, Министерство иностранных дел. И оттуда приходят три письма. Что, в принципе, да, МИД согласен, Госбанк согласен, Минфин согласен. Минфин согласен, министр финансов Манойла, но с некоторыми там оговорками. По понятным соображениям. Дело в том, что изначальная смета, то есть ориентировка кинокомитета, сколько примерно на все производство должно быть затрачено. Изначально ориентировочно, так очень грубо, приблизительно, 7 миллионов. Ну, тут надо сделать лицо Семена Горбункова и спросить старыми. Или новыми. Или новыми, да. Новыми. Да, 7 миллионов рублей. И, конечно, Минфин сказал свое слово, что надо быть тут осторожнее. Нужно, так сказать, вопрос экономической бережности применить. Почему? Потому что, в принципе, мы знаем, что двухсерийный, двухчастный фильм, а именно таким изначально предполагалось «Освобождение Европы», то есть из двух частей «Европа-43» и «Европа-44-45», кодовое название условное. Оно, как правило, там не более трех с половиной миллионов должно быть, потому что больше это обычно никогда не окупается просто. И поэтому кинокомитету, значит, необходимо взять под контроль. Это строго вопрос с экономическими делами, с расходами, потому что мы должны исходить вообще в принципе. То есть, если мы расходуем деньги большие, мы должны иметь в виду, там прямо так и сказано, экономическую безубыточность этого фильма, вообще-то говоря. Ну, то есть, давайте хотя бы в ноль выйдем. Да, хотя бы в ноль. То есть, надо понимать, конечно, и я об этом ещё скажу, что, в принципе, конечно, мы сейчас говорим, это великая киноэпопея, а тогда, в 65-м, 66-м и даже, наверное, ещё в 67-м годах, это, в принципе, было не для всех очевидно далеко. Ну, я вот немножко прокомментирую, но дело в том, что, в принципе, вот мы этого коснулись, только-только начали делать «Войну и мир». Ну, хотя там уже первые серии вышли уже на экран к этому времени. Ну, или были подготовлены. Или были уже подготовлены. То есть, до этого, до этого, начиная где-то с года 53-го, в Советском Союзе сделали, в общем, такое не очень многобюджетное кино. Конечно. Советские кинокартины были очень недорогие. Средняя стоимость, как вот указывалось этим Минфином тоже, обычной такой картины, она 350 тысяч рублей, где-то, может, примерно. Да. Ну, то есть, собственно говоря, «Война и мир» и «Освобождение» – это первые фильмы, которые можно по себестоимости сравнивать с голливудскими блокбастерами. И были большие, действительно, сомнения насчёт того, что принесут ли эти фильмы прибыль. Ну, хотя мы знаем, что всё, в общем-то, кончилось хорошо. Маленький спортер, всё кончилось хорошо. Хорошо. Да, были сомнения, естественно, потому что, ну, просто надо это понимать, мы немножко, может быть, это сегодня представляем, но основным продюсерам, собственно говоря, как мы сегодня выражаемся, было государство. И государство свои деньги вкладывало и хотело, чтобы эти деньги ему хотя бы вернулись. Ну, да, и не основным, а, собственно говоря, главным, единственным и неповторимым, потому что никто в Советском Союзе не мог финансировать создание фильмов. И даже вот эти вот творческие объединения, про которые я говорил, они сначала получали кредиты государству, государство им оплачивало расходы, а потом основную прибыль всё равно забирало государство. В любом случае. Конечно, разумно, если мы рассматриваем какие-то истории, эпизоды из освобождения стран Восточной Европы, привлекать людей, которые, собственно, имели представление, знали и могли что-то написать. И здесь я тоже скажу, вот на самом деле пагубная практика, когда у нас сейчас наши сценаристы, ну, это и в советские времена тоже, начинают вдруг писать какие-то образы немцев, англичан, американцев, и получается, в общем, то же самое, что получается, если на Западе пишут там образы русских, советских людей, то это был действительно ход, который применялся уже, когда создавалась совместная кинопродукция с соцстранами, а её, начиная с 50-х годов, было довольно много. То есть, обязательно брали сценариста и, может быть, даже второго режиссёра из той страны, про которую снимали или с которой вместе снимали фильм, именно для того, чтобы избежать вот этой вот разлюли-малины. И, кстати, вот на примере освобождения видно, что это очень хорошо удалось, за исключением одного момента, о котором мы вам тоже расскажем. Да, ну, тут несколько слов, да, надо сказать о том, что вообще, да, совместное кинопроизводство со странами соцслагия, безусловно, было, и к освобождению уже на самом деле где-то в году 63-м, 64-м были первые подступы, значит, они хотели делать совместное производство с Югославией, об освобождении, например, Белграда, ещё с другими странами, с Польшей и так далее, с ГДР, разумеется. Потому что, в принципе, опять же, возвращаясь к нашему первому разговору, ещё политуправление армии флота было заинтересовано, я видел документы, скажем, 57-го, 58-го года, где они свой список предложений дают, чтобы мы хотели вот в киноискусстве отразить, показать, где, собственно, одним из отдельных пунктов говорится о том, что необходимо делать совместные фильмы со странами соцслагия. Что, собственно говоря, и было в итоге вот так реализовано и получило практику. Я напомню ещё раз, что лично Юрий Озеров снял на тот момент две совместные постановки. Первая – это «Большая дорога» про Ярослава Гашка с чехами. И вторая – это «Фортуна». Он вообще фактически снял албанский фильм. Насколько я смог понять из албанской копии, там русских советских героев, там вообще практически весь фильм нет. Кроме того, были уже совместные постановки с ГДР. Например, фильм Эрнст Тельман «Вождь своего класса». Был великолепный советско-болгарский фильм «Герои Шибки», который до сих пор на ура смотрится. Был «Великий воин Албании» Искандербек, который вроде как фильм советский, но тоже про албанцев. И да, потом Олега Дундич, который как раз с Югославами делали вместе. И много чего ещё. То есть, опыт был уже на самом деле очень большой. И этот опыт был, он не только творческий был, но это был очень интересный экономический опыт. О чём позднее. Да, о чём позднее. И на что напоролись потом в итоге отчасти. Значится, да, соцстраны. И, соответственно, мы привлекаем авторов из этих соцстран. От Югославии – это Арсен Диклич и Вастро Даванович. Первый из партизан югославских. То есть, для него война была знакомым делом. Для Второго война была не столь знакомым делом, но он был хорошим писателем, сценаристом. Там театральные какие-то постановки делал и так далее, Радаванович. Значит, кроме того, Ян Прохаско из Чехии, да, Чехословакии. Богдан Чешко, Польша. Да, ну, забегая вперёд, там ещё примет участие Збигнев-Заузский, который был одним из непосредственных участников Варшавского восстания. То есть, в общем-то, это люди, опять же, знавшие о войне в основном не понаслышке. Да, от венгров, венгров, по-моему, или румынов. Петра Салкудяну. Это от румын. Румын, да. Вот, соответственно, да, это целый коллектив. Значит, они пишут свои, естественно, новеллы, как предполагаемым. То есть, Югославы пишут про освобождение Титу с партизанами. Венгры пишут про освобождение Будапешта. Польша про движение сопротивления в оккупации, про Варшавское восстание, разумеется. Ну, отдельно немножко там лагерная история, по-моему, тоже концлагеря затронута. Вот, венгры, освобождение Будапешта, румыны тоже. То есть, в принципе, как освобождались эти страны. Ну, да. Ну, а Чехия в основном там упор должен был идти на Словацкое национальное восстание. И на освобождение Праги. Да, да, да. Ну, еще, естественно, были там соприкасающиеся с советскими какие-то эпизоды истории, скажем, как советские войска входили и шли на Балканском направлении, там, Талвухин, Бирюзов и так далее. Ну, в общем, забегая вперед, на самом деле, изначально сценарий освобождения, это был сценарий фильма «Солдаты Свобода», о котором мы, я надеюсь, тоже расскажем подробно. Да, это тоже очень интересная история. Вот, то есть, да, на самом деле, действительно, Озеров, как ни странно, во время создания своей первой киноэпопеи, фактически уже создавал вторую, или наметки ко второй. А вот, но это, значит, по линии сценария. По линии инстанции, как я уже сказал, согласовывали бюджеты, согласовывали участие авторов. Да, кстати, насчет иностранных авторов было высказано отдельное замечание. Поскольку у нас есть гонорар, вознаграждение за написание сценария, естественно, то есть заключается с человеком договор, ему выплачивается денежка, но существовало еще такое понятие, в принципе, раньше, как потиражное вознаграждение. Что оно означало? Что фильм выходит в прокат, он в прокате идет, получает некий сбор, и потиражно, то есть, какой-то процент от сбора получает автор, как бы сценарист, композитор получает еще. Я, кстати, добавлю, но эта история, правда, она больше относится к 40-м годам, 50-м годам, дело в том, что вот эта вот схема с потиражной оплатой, она с 30-х годов у нас становилась, и сценаристы фильмов, они буквально миллионерами были, потому что им платили потиражные копии, потиражные имеется в виду отчисления, а режиссерам платили только разовый гонорар, и возник очень большой конфликт, как раз там и Ром участвовал в этом конфликте, и так далее, которые, собственно говоря, режиссеры говорили, что, ну, извините, мы делаем всю работу, мы перерабатываем сценарий, мы пишем режиссерский сценарий, и так далее, и так далее, а самые большие деньги в результате получают люди, которые, ну, только на первом этапе работали, потому что чаще всего сценарист сдал сценарий и пошел себе писать что-нибудь следующее, да, а команда уже работает. И, в общем, эту проблему на тот момент так и не решили окончательно, кто должен максимальные финансы со своей работой иметь. Ну, чтобы было понятно, что люди работали, хотя во многом за идею, но… И деньги получали неплохие. Деньги получали очень неплохие. Сценарий было писать, ну, до крайности выгодно. Да, да. Вот. И по поводу иностранных авторов было отдельно сказано, что мы им за сценарий и за их новеллы платим денежку. Да, на гонорар. Гонорар. Да, гонорар. А потиражный – нет. Не будем. Потом еще была целая история, на киностудии спорили, собственно говоря, авторы фильма с тем, что вот им выделили на подготовительный период 75 тысяч, а авторам 12 с половиной. И спор зашел, значит, входят ли эти 12 с половиной в эти 75, или они должны быть сверху. Вот, значит, начали там спорить на киностудии, киностудия обратилась в кинокомитет, кинокомитет сказал, они входят, поэтому будьте добры, пожалуйста, экономно расходуйте. Значит, идет работа над сценарием 65-66 год, и к лету 66-го года, значит, уже у них появляется некая такая картинка, скажем так, да, того, что будет, или того, что, так сказать, скорее намечается к тому, что будет. 11 июня 66-го года, прямо в день моего рождения, но я не 66-го года, конечно. Немножко пораньше. Да, да, немножко пораньше, чем я, но тоже 11 июня. Выходит приказ председателя кинокомитета Алексея Владимировича Романова о постановке на киностудии «Массфильм» полнометражных широкоформатных художественных фильмов «Европа-43» и «Европа-44-45». Незадолго до этого, после всех согласований и консультаций с инстанциями, 5 мая 66-го года, Президиум Совета Министров принимает решение о постановке широкоформатного художественного фильма, посвященного освободительной миссии советской армии в Европе. Под председательством, конечно же, Алексея Николаевича Косыгина. Во исполнение этого решения Президиума Сармина принимается приказ кинокомитета 11 мая, а затем, собственно говоря, приказ гениального директора киностудии «Массфильм» Суина. Где говорится, вот он этот текст, да, «За последние годы на экраны мира выпускаются кинофильмы, главным образом англо-американского производства, извращающие ход Второй мировой войны. Авторы этих масштабных боевиков фальсифицируют историю, пытаясь доказать, что разгон гитлеровских войск Европы начался лишь с момента высадки англо-американских войск на Романдии, что действия именно этих войск, а не советской армии, привели к окончательному военному и политическому краху нацистской Германии и освобождению Европы». Комментарий. Значит, к этому моменту уже вышел самый длинный день. Да. Уже снята «Битва в Орденах», «Горит ли Париж». Да. Потом, а не «Битва в Орденах», а «Битва за выступ» он называется. Вот, «Битва за выступ». Причем, если самый длинный день это был, ну, в общем, ну, и есть на самом деле шедевр, то если бы, например, показали «Битву в Орденах» в 1962 году, будущим, ну, тем, кто замыслил делать киноэпопею освобождения, я думаю, не пришло бы в голову, потому что фильмы были, ну, вот, откровенно слабые, «Горит ли Париж» в СССР чуть не купили, я об этом рассказывал, но потом вдруг увидели, что там весь сюжет, в общем, посвящен тому, как галлисты от, как это называется, оттеснили коммунистов и забрали все в парижское восстание себе. В общем, а фильмы становятся все больше и больше, я уже объяснял почему, потому что большие фильмы, широкоформатные фильмы в формате «Синемоскоп», они привлекают людей в кинотеатры снова. Эра массовой культуры. Да, эра массовой культуры, очень хорошие идут отзывы, уже практически «Битва за Британию» выходят на экраны в эти же самые дни. Ну, естественно, в этих фильмах совершенно предсказуемо ничего о том, что происходит на Востоке, но уж тем более в «Битве за Британию» это там и не происходит. В общем, все эти фильмы, грубо говоря, роль Советского Союза не отражают, что ввергает, скажем, наших политиков в негодование. В негодование, просто самое настоящее. Поэтому о том, что фильм будет, все, это решение принято на таком уровне, на котором сейчас решение бы по кинематографу просто не принималось. Конечно, конечно, потому что в сентябре 65-го года это на уровне ЦК, потом оно проработано в мае 66-го года на уровне Совета Министров СССР, в июне 66-го года на уровне Кинокомитета. Ну и, как говорится, поехали. Поехали. Уже летом 66-го года намечена и была проведена в Москве встреча. Съехались, приглашены были специально писатели, авторы, да, из этих сот стран, о которых я сказал. И в июне 66-го года они собрались, чтобы обсудить, а что у нас примерно получается, что у нас примерно будет, потому что еще, как говорится, некоторые были в процессе написания, скажем, Ян Прохаска, чешский писатель, был в процессе еще работы творческой. Вот, и он только где-то в 67-м году вначале представил свои какие-то соображения. Значит, и, конечно, авторы этого сценария, имея в виду Бондарева, Курганова и Озерова, ну, Озеров, понятно, он такой соавтор, да, он читал, все смотрел, корнировал. Основную работу выполняли два человека, это Юрий Васильевич и Оскар Еремеевич. Бондарев отвечал за все эпизоды, связанные с окопной, и, конечно, правды войны. Все, что мы видим про батальон Цветаева, Санитарку Зою, про Орлова, Ярцева, Дорошкина и же с ними, это, конечно, его история. Ну, там изначально возникла идея, что нужны какие-то сквозные персонажи, но дело в том, что вот в старых советских киноэпопеях они были в третьем ударе хуже, в Сталинградской битве практически идеально, туда вписались безымянные герои, такие простые из народа. Ну, а, собственно говоря, падение Берлина – это приключение героя Бориса Андреева и его жены на фоне того, что Сталин что-то там делает. То есть, нужно было соблюсти баланс. Конечно. И, в общем, они для соблюдения баланса как раз был приглашен Юрий Бондарев, который, как мне кажется, очень хорошо своих героев в этот весь контекст вписал. Конечно, да. Я думаю, что во многом то, что он описывал, это были истории реальных людей, которые он видел, собственно, в окопе. А за документальную часть, за реальных исторических персонажей, реальных военачальников, политических фигур, отвечал Оскар Имеевич Курганов. Ну, это тоже понятно, потому что он очеркист, публицист, ему, так сказать, документальные вещи даются ему в карты в руки. Да, ну, Юрий Озеров, он собирал этот сценарий как режиссёр. Я скажу, что после того, как принимается литературный сценарий, ещё отдельный режиссёр, потом пишет режиссёрский сценарий. В принципе, можем показать в следующий раз, как это выглядит. У меня есть просто оригинальный режиссёрский сценарий, можно посмотреть. Там уже указывается по каждому эпизоду, какие нужны декорации, какие там нужны камеры, объективы и прочее, прочее, прочее. Но до того, как делать режиссёрский сценарий, естественно, он уже глазами режиссёра, глазами человека, который будет делать кино, смотрел, удалял какие-то сцены. То, что не видится на экране. То, что не видится на экране. Что-то, наверное, уже на тот момент себе отрисовал, потому что режиссёры все рисуют, как правило, хорошо или плохо, но рисуют, по крайней мере. То есть, мы не имеем права просто-напросто его, я считаю, ставить каким-то там третьим лицом. Ну, то есть, в конце концов, это был сценарий фильма. Да, да, да. То есть, Озеров как бы собирал то, что писали авторы, в общем-то. И наши, и не наши, так сказать, со стороны. Естественно, им нужно было координировать работу, и летом 1966 года они, собственно, в Москве и собрались. И сразу же здесь нужно оговориться, что Озеров, Курганов и Бондаев, они, конечно, не просто так всё это писали из головы, они читали разные мемуары, читали разную литературу, доступную тогда о Великой Отечественной войне. Ну, тоже вмешаюсь. На тот момент из крупных советских генералов, даже маршалов, из маршалов мемуары написал фактически только Ельминка. Мемуары хорошие, они ничуть не устарели, надо сказать, они очень хорошо бьются с его дневниками, и он написал много мемуаров, последние из которых были изданы уже в нулевых годах, например, книгу о Смоленском сражении, весьма полезную тоже. А вот мемуары маршала Жукова на тот момент ещё не вышли. Но здесь мы скажем наше веское слово. Значит, неоднократно Озеров, а и, в принципе, его соавторы, Курганов в частности, мы это можем увидеть и напоследствии на обсуждениях сценария, и в интервью, которое они давали в прессе, говорили о том, что во время написания сценария, они проводили такие неформальные беседы, консультации с наиболее видными военачальниками времён Великой Отечественной войны. И, как правило, называлось три фамилии всегда. Георгий Константинович Жуков, Иван Степанович Конев, Константин Константинович Рокоссовский. Ну, естественно, понятно, что Жуков – это первая фамилия, которая в этом списке стоит. В своё время, когда я смог пообщаться с вдовой Юрией Николаевича, деляя Кримовное озеро, она мне просто вот сказала, я так спросил её, да, вот Жуков действительно, я находил потом в архиве, значит, поздравительные открытки озера в адрес Жукова, например, и так далее, что вот они были так знакомы. А она говорит мне, вы понимаете, вот у каждого человека, есть как бы некий идеал, тот, на кого он хочет, так сказать, равняться в жизни часто. И вот у Юры это был идеал Жуков, вот. То есть для него это было многое, да, если не сказать вот всё, так сказать, личность, да, некая. И, конечно, да, конечно, они общались с Жуковым. Здесь было, скажем, два таких захода, но мне кажется, даже во многом то, о чём мы не знаем, и сыграло большую роль. Дело в том, что у директора этой кинокартины Лидии Васильевны Конорейкиной сохранился некоторый личный архив, который её внук Роман Викторович Тарасов нам предоставил возможность с ним ознакомиться. И в этом архиве обнаружились неопубликованные и, собственно говоря, неоконченные такие мемуарные заметки Лидии Васильевны, о её жизни, так сказать, в кинопроизводстве, на киностудии «Массфильм», о встречах с разными людьми в разные годы. И среди них есть, собственно говоря, такая заметка мемуарная, связанная с Георгием Константиновичем Жуковым. Она в книге будет, да? Конечно, конечно, разумеется. Как и те, что имеют отношение к фильму, их несколько, они, конечно, мы их разместим. Значит, эта история вообще связана была с тем, что была такая оператор на киностудии «Массфильм» Маргарита Пилигина. А она, значит, Пилихина, по-моему. Значит, у неё был юбилей. И на этом юбилее она со своих сотрудников сослуживалась в Дарус киностудии «Массфильм». В частности, главный инженер Борис Коноплёв пришёл, пришла Конорейкина, пришли разные другие её коллеги по цеху. И оказалось, она идёт, вот прям заходит в квартиру, она вспоминает. И из лифта же выходят, и она своим глазам не верит. Жуков. Выходит вместе со своей супругой. И идут, значит, как и она, тоже на юбилей к своей подруге. А они, оказывается, там какие-то дальние родственники. Вот. И они там, значит, за одним столом встретились, посидели. Инженер Коноплёв произнёс хороший тост. Сказал, что вот, Георгий Константинович, вы замечательный такой человек. Спасибо, что пришли. Но настанет обязательно время, что, значит, ваши мемуары там опубликуют. Мы снова вас услышим и увидим. Ну а мы помним, что Георгий Константинович Жуков после смещения в 57-м году, в общем-то, был в такой некой опале. Ну, в конкретно опале его, ну, скажем так, иначе как в отрицательном ключе о нём вообще фактически не упоминали. Я всегда коллегам говорю, ребята, вот читайте вторую книгу Попеля, уж не помню, как она называется, и третью книгу Попеля. Вот он вторую писал как раз в разгар опалы Жукова, и там буквально он какое-то там чудовище просто-напросто. И потом почитайте вот третью, третью книгу Попеля, когда Жукова уже фактически реабилитировали. Он там отец родной. Ну, плюс в это же время выходят воспоминания Бычевского, да, и знаменитый казус, я про него рассказывал как-то с Александром Чаковским, который взял из книги Бычевского эпизод с вступлением Жукова в должность в блокадном Ленинграде, на что Жуков лично на него обиделся, кончилось, правда, тем, что они выпили вместе. Но, тем не менее, в 60-е годы Жуков был, ну, он такой, он вполне себе запрещенный персонаж был. Но, в принципе, в середине где-то уже, наверное, 60-х годов постепенно начали о нем, условно говоря, вспоминать, то есть приглашать на научные конференции какие-то, он стал выступать, что-то рассказывать, вспоминать о войне, там, о контрнаступлении под Москвой и так далее, и так далее. Но, допустим, те мемуары, которые он писал, да, они пока все еще у него лежали в столе. Так вот, Коноплев такую речь произнес, значит, они там выпили, Жуков тоже разговаривался, вспомнил о разных встречах со Сталиным. Они, значит, танцевали вальс, с Канорейкиной танцевал он тоже. Вот, значит, и она с ним таким образом, видимо, и познакомилась. И поэтому я подозреваю на самом деле, что в том числе благодаря Лидии Васильевне, Юрию Николаевичу Озеров и впоследствии наладил личный контакт с маршалом Жуковым. Приехал к нему в Сосновку на дачу, причем, как он вспоминал, собственно, он этого не ожидал, значит, он на машине приезжает, а там как будто никого нет, а ворота ему открывает сам Георгий Константинович. Вот, он его принял, они поговорили, значит, предварительно и договорились о встрече уже у Озерова. А дело в том, что это как раз лето 1966 года, когда приезжали писатели из соцлаги, и как раз вот Чешка, Прохазка, Диклич, Игорь Иванович тоже, по-моему, они пришли в тот день, когда была назначена встреча, на Квартиру, и у Озерова собрались, значит, маршал Жуков, автор соцстран, автор сценария, и он сам. В общем, и состоялась их встреча, где они, собственно, многое обсудили. Впоследствии, как вспоминал редактор фильма Григорий Борисович Марьямов, это воспоминания были в прессе опубликованы где-то в 1981 году, его просто поразило то, как Жуков, значит, все рассказывал. Ну, конечно, он сомневался изначально, что такой замысел фильма вообще удастся поднять его авторам на самом деле. Но он говорит, ну что ж, говорит, если взялись так, вперед, ну вот, и его поразило то, и это поразило, кстати, в потом последствии Конорейкину, что, в принципе, без всяких вот бумажек, да, он просто сидел им рассказывал, и номера дивизии, кто куда шел, кто какой этаж в их старе занимал, все рассказывал по памяти замечательно, то есть у него была прекрасная память, феноменальная память, это очень всех удивило. Собственно говоря, Озеров, конечно, ну, чего тут думать, казалось бы, вот он, главный военный консультант кинокартины освобождения Европы. Ну, не дали бы ему Жукова, разумеется. Вот, самое интересное, самое интересное, что, как вспоминал Иделя Керимовна Озерова, Юра писал заявление, и я хочу сказать, что это не голословное заявление, да, прошу прощения за эту автологию, а на самом деле в делах архива киностудии масс-фильм сохранилось прямо, открыл я однажды одно дело архивное, и там, значит, первая страница, рукописная, автограф заявления Юрия Николаевича Озерова в комитет, значит, прошу утвердить консультантам по оперативно-стратегическим вопросам на фильм Европа 43 Жукова Георгия Константиновича. Самое интересное, в левом правом УГУ, виза Владимира Евтихиановича Баскакова, зампоседателя кинокомитета, не возражаю, можно заключить договор. Опять же, Марочка Баскаков – это автор книг «Точка на карте» и «Карты с танкистом», по которым был потом снят фильм «Корпус генерала Шубника». Вот человек, который, я не помню, он военным корреспондентом в годы войны, то есть это тоже человек, который не просто так в этой теме возникает, и он-то точно знал, понимал, кого предлагает Юрий Озеров. Да, и, собственно говоря, как потом Кулганов в своем очерке в начале 80-х годов вспоминал, именно Баскаков сыграл большую роль в поддержке замысла киноэпопеи в кинокомитете. Да. Так вот, не возражаю, можно заключить договор. Но потом, там же, ниже, на этом листочке, где-то в начале августа 66-го года, пометка Суина, гендиректора Мосфильма «Хранить в делах». То есть, собственно говоря, в архив все это положили. Понятно, что не случилось. А не случилось как? Значит, вот, значит, вроде они собрались, решили все, Озеров написал заявление, подал в кинокомитет. Ну, естественно, оно попало на стол Алексею Владимировичу Романову. И как Диляя Киримовна вспоминает, в общем-то, что Романов там чуть ли не раскраснелся, говоря там, «О, как, вы Жукова хотите утверждать?» Ну, там чуть ли не разгорелся скандал по этому поводу. Нет-нет, ни в коем случае. А Озеров уже как-то обнадежил немножко Жукова. И он, значит, пришел в итоге к Жукову и говорит, «Вы вот извините меня, пожалуйста, но тут такая история, не утвердили». Да, не утвердили Жукова Георгия Константиновича. Но Георгий Константинович ведь все на этом не кончилось. Самое это интересное, я хочу сказать. У Жукова к тому моменту уже были написаны в неком ориентировочно готовом виде его мемуары о Великой Отечественной войне. Его собственные мемуары. Естественно, не опубликованные нигде. Может быть, даже 1966 год, может быть, даже он их еще в ЦК не предъявлял, я, честно говоря, не помню. Ну, тут Алексея Валерьевича надо уточнить, потому что за мемуарами Жукова серьезно следил. Да. И, значит, что я нахожу в личных документах Георга Константиновича Жукова в Российском государственном военном архиве? А я нахожу, значит, в одном из дел его переписки с учреждениями тоже чуть ли не один из первых листочков. Значит, письмо очень короткое. На киностудию Мосфильма бухгалтерию главбуху. Значит, присем прилагаю мои записки об Отечественной войне в двух экземплярах. Значит, оплату прошу провести на счет такой-то указанный-указанный. Май 1966 года. Ну, понятно. Ну, то есть, у него фактически не дали сделать его консультантом, у него просто-напросто купили его мемуары. И более того, да, я хочу сказать, значит, в архивике на студии Мосфильма сохранился лицевой счет, а там велись лицевые счета на приобретение произведений, там, на экранизации в том числе. Где и написано очень, да, Жуков Георгий Константинович. Значит, экранизация записок об Отечественной войне. Вот, так что... Но в Титру он не попал. Но в Титру он не попал, да. Я хочу больше сказать. Значит, и Диляра потом озеро вспоминал, что якобы теща лично перепечатал на машинке вообще эти воспоминания. Потом набило Жукову, чтобы они вот в машинописном варианте были, и они сохранились, собственно говоря, да, вот где-то озеро, как будто бы, ну, доподлинно не знаю, честно говоря, где, но есть, наверное. Вот. И они, в общем-то, надо понимать, легли где-то в основу сценария. И на самом деле это потом сыграло даже роковую роль в какой-то степени с тем, что было в итоге снято и показано, но об этом мы скажем чуть позднее. Да, когда уже пошла, так сказать, борьба вокруг снятой киноэпопеи. Да. А Жуков, значит, мало того, что он предоставил киностудии «Массфильм» свои неопубликованные мемуары, так он еще и следил за ходом работы над сценарием. Потому что там же, в «Айна-Махея», в личном фонде Жукова, следом за этим письмом, я вижу, значит, письмо августа 1966 года, где Георгий Константинович явно в ответ на присланный ему сценарий фильма «Европа-43» дает ответное письмо авторам Бондареву, Курганову, Озерову. Где, собственно говоря, значит, что он им, какое замечание делает основное? Исключить, значит, всякие жагонные выражения, «Одесские жагоны» и прочее, прочее. Потому что этот фильм будут смотреть зрители из разных стран по всему миру. Он уже тогда, в августе 1966 года, вот какой пророк был, да, он знал об этом. Вот. И поэтому надо, вот все эти вещи жагонные ваши, которые вы там в солдатских разговорах и прочее, они не будут понятны. Уберите это, пожалуйста, во-первых. Во-вторых, на чем мы будем воспитывать, учить нашу молодежь? Такие замечания сделал Георгий Константинович. И, кроме того, он, конечно, послал, присланный ему обратно послал вариант сценария, где у него были правки по тексту. То есть, это очень важно. На самом деле, не утвердили его главным военным консультантом, но он за всем этим следил. Ну, то есть, по факту мы сейчас можем сказать, что он консультантом на фильме был. Конечно, конечно. Во всяком случае, уж на первом, да, вот Европа 43, то, что в итоге было связано с огненной дугой и прорывом. Но, во всяком случае, его неопубликованные мемуары легли в основу всего остального, и это на самом деле там хорошо видно. Да. Кстати, я должен сказать, что как раз по всем эпопеям Озерова совершенно чётко видно, что он опубликованных мемуаров Жукова придерживается практически неукоснительно. Ну, и тут я должен сказать, что вообще многие советские военные мемуары, которые вышли после Жукова, они так или иначе к его воспоминаниям и размышлениям подстраивались. Ну, потому что это всё-таки такая, наверное, самая большая величина среди военных мемуаров советских, и с этим вряд ли кто-то сможет поспорить. Конечно. Да. Но Жукова не утвердили. А кого же утвердили? А утвердили Штыменко. Сергей Матвеевич Штыменко. Это человек, который в годы войны работал в генеральном штабе. То есть это понятно абсолютно, почему его утвердили. Более того, есть такое мнение, что Жуков, когда его не утвердили, собственно говоря, дал сразу автоматическую рекомендацию, вот берите Штыменко. Я разговаривал с внучкой Штыменко, она мне сказала, что в принципе это не удивительно. Почему? Потому что судьбы Штыменко и Жукова во многом были, скажем так, связаны. Потому что, как говорится, были времена, скажем так, опалы для одного, для другого были перемещения по должностям. И в эти трудные, так сказать, эти жизненные моменты, они друг друга выручали очень часто. Вот. И поэтому были в этом смысле друг другу благодарны. Ну а кроме того, как я сказал, что Менка, конечно, в сердце советской армии, да, в генеральном штабе вооруженных сил, он, собственно говоря, видел, как принимаются все основные стратегические решения по операциям, по битвам. Вот. Естественно, он ходил на доклад вместе с Антоновым к Сталину. Тут уж тем более, сколько раз он был в кабинете Сталина. Поэтому, конечно, да, Штыменко главный военный консультант. Значит, и, собственно говоря, мы подходим где-то к тому, что осенью 66-го года, к концу 66-го года, ну к осени, да, я думаю, 66-го года, у нас появляется некий первый сценарий фильма первого «Европа-43». Изначально напоминаю два фильма «Европа-43» и «Европа-44-45». Двучастный фильм, а потом было сказано отдельно, что каждый из них будет снят в двух сериях. Двучастный. Ну, опять же, да, ничего удивительного, хотя мы знаем, что в итоге было несколько частей крупных, но тогда, как бы повторюсь, на весь замысел смотрели очень осторожно, и как бы на двучастный такой широкий фильм это было, в принципе, вполне нормально и приемлемо. Ну, это обычная схема, обычная схема, тем более вот как раз в конце 60-х годов вот эта практика, когда каждую серию показывали отдельно в кино, она уже отходила постепенно, и вот начали появляться двухсерийные сеансы. Ну, это выгодно, потому что на первую, на вторую серию первая серия не понравилась, на вторую люди не пришли, а так людям продавали, в общем-то, за похожие деньги сразу продавали, сразу продавали две серии. Ну, и тем более, что широкоформатный кинотеатр, в основном потому, что всё-таки на большие кинотеатры фильм был рассчитан, они как раз там, как раз в основном эти двухсерийные показывали. Вот, значит, и так сценарии фильма Европа 43. У нас есть, так сказать, несколько сторон, которые обсуждают эту историю. Это редактор, редакция, значит, киностудии «Масфильм». Это худсовет, это, значит, сценарно-редакционная коллегия кинокомитета. Это военные инстанции, тоже приняли в этом участие, об этом чуть позднее. Значит, ну, начнём с кого? Значит, август, где-то июль-август 66-го года первое обсуждение сохранилось в делах киностудии в архиве. Оно связано, значит, с… Оно такое на самом деле сложно было разобрать, потому что очень часто на самом деле такие вещи стенографировались в рабочем порядке, протоколировались. То есть сидел человек, который ручную писал так, не всегда далеко на машинке, с сокращениями, поэтому отдельное большое удовольствие разбирать. Тут уже от почерка зависит. Там очень много сокращений, вот первое обсуждение лета 66-го года, но тем не менее многое удается разобрать. И есть у нас отзывы в деле фильма, который был в кинокомитете с отзывами, отзывы редакторов. Несколько из них фамилий Блейман, Балихин, Светковская, Уторга. Да, в общем, несколько человек, они раздорские еще, да. Они, собственно говоря, основными были рецензентами. Что мы можем вообще, в принципе, из всего этого вынести, если так резюмировать, потому что говорить можно об основных замечаниях очень долго? Конечно, первый вопрос – это вопрос композиции, структуры сценария, естественно. Потому что мы понимаем, что то, что называется Европа 43, освобождение Европы, Европы. Это на самом деле история широкая, огромная, бесконечная. Потому что здесь, если так по-хорошему думать, у нас должны быть представлены боевые действия советских войск, представлены какие-то вопросы оперативно-стратегического характера, как принимается решение в Вермарте, как принимается решение в кабинете Сталина, как принимается на КП отдельном решение и так далее в Генштабе. Все эти совещания. Далее нам надо, конечно, смотреть, как освобождается у нас вся территория, то есть Европа. Опять же, то есть отдельные истории. Как это влияет вообще на грех, на Германию? Как постепенно, почему Курская дуга – это наступление? Почему очень важно говорить о лете 43-го года, как переломном моменте вообще в ходе всей войны и о том, что именно отсюда у нас идет решающая роль Красной армии в освобождении Европы? Потому что это повлияло на настроение в Вермарте, в генералитете в Германии. И здесь мы вспоминаем заговор Шталфенберга. Это повлияло на действие сопротивления коммунистического подполья, что они активизировались. Поляки, другие представители соцлаги. Это повлияло на союзников Германии, в частности Италии, потому что зашатались, так сказать, итальянцы. Это повлияло, конечно, и на так называемых союзников Советского Союза, Великобританию, США, которые наконец-таки там начали думать об открытии Второго фронта. Да, хотя тот факт, что они воевали, ну, британцы вообще воевали все время, а американцы воевали против немцев, начиная с ноября 42-го года. Ну, и с японцами еще там, конечно. Ну, да, ну, это не было отражено в фильме освобождение. Мы должны заметить, и американцы могли, в общем, по этому поводу совершенно спокойно негодовать. Да, да. Вот, то есть, проблема-то, собственно, в чем? В том, чтобы выстроить композицию, структуру такого сценария. И, собственно говоря, то, что мы с вами видим в первом тексте, в первом сценарии Европа 43, который в машинописном виде своем сохранился, датированном 1966 годом. Он сохранился и в архиве киностудии, и в фонде кинокомитета РГАЛИ. Мы видим, что там в основном представлены какие вещи. Конечно, все начинается с Курской битвы. А вот, наступление, то есть, обсуждение генералитета, это наступка, арт-подготовка, вот все эти дела. Батальон Цветаева, да, вся эта окопная история, она раскрыта там во всей красе, но Юрий Васильевич Бондарев постарался. Значит, потом мы имеем место, имеет место быть у нас, конечно, события, связанные с Италией. Да. Значит, это арест Муссолини, его похищение и освобождение. Вот, его неуверенные переговоры с фюрером, когда он говорит о том, что Италия уже зашаталась, и мы как-то вот думаем, да. Вот. Потом, значит, конечно, все истории связаны и последствия тоже сценария Европы 44. Балканское направление, Толбухин, Березов, вот, Югославские партизаны, конечно. Там отдельная история с Титу, представителем английской миссии с Тюартом. Ну, там, насколько я помню, самая главная история, которая должна была экранизирована, она тоже попала в результате в «Солдаты свободы», это операция «Россельшпрунг», когда прошутисты СС попытались захватить, была большая операция, облава, они попытались захватить на реке Дарвар, штаб Тита, он убежал, ну, успел уйти и улетел на советском самолете. Да, да. Да, это изначально в освобождении, опыт, конечно, тоже хотели показать. То есть, вот все эти вещи, и примерно где-то к концу сценария у нас появляется Тегеранская конференция, вот, и товарищ Сталин. Но вообще, это к вопросу о том, что, значит, товарищ Сталин, как вот, на самом деле, в «Хуга-Де киноэпопеи» много всяких мифов, да, то есть, в том числе и о том, что, как утверждал сам Юрий Озеров, изначально Сталина в сценарии не было. Вот. Честно говоря, в том тексте, который мы читаем, во всяком случае, да, может быть, в самых первых наметках его и не было, но в том законченном первом тексте 66-го года Иосиф Виссарионович присутствует. Присутствует как персонаж за кадром, потому что то Косовский, то Жуков, то ещё кто-то с ним согласовывают по телефону. И он появляется только на конференции, да? И на конференции он, собственно говоря, появляется, но всё-таки он есть, да. Другое дело, что понятно, понятно абсолютно, почему авторы так осторожничали. Потому что, в принципе, в военных фильмах, да, в фильмах о войне, после, там, падения Берлина, после 20-го съезда партии, ну, Сталин. Ну, падение Берлина, это последний фильм про Великую Отечественную войну, где есть Сталин. Да. Всё, после этого нет. Да, то есть, уже прошло 15 лет, вот, и прошёл 20-й съезд КПСС, где развенчали культ личности Сталина успешно. И, конечно... И 21-й съезд КПСС прошёл, во время которого Сталина вынесли из Мавзолея, и хотя Хрущёву убрали, колпак со Сталина-то не сняли на тот момент. Да, да, ещё не сняли, да. Лишь только, скажем, в порядке упоминания Сталина как Верховного Главнокомандующего о нём сказал Брежнев в своей речи на 20-летие... В живых и мёртвых упоминается Сталин, там слово, имя произносится, да. Имя, да, вот. И, собственно, Брежнев в своей речи, 20-летию победы в 65-м году, стрибуна Мавзолея говорит, что вот, да, был ещё... Был ещё такой. Верховный Главнокомандующий у нас, да, Иосиф Иосифович Сталин, это прям вот, да. Это, кстати, потом вызвало целую волну интереса к этому людей, и некоторые писали в ЦК КПСС о том, что надо вот сказать товарищу Сталине и так далее, и так далее, вообще-то говоря. Уже к 23-му съезду по 66-м году. Так вот, Сталин всё-таки в сценарии был, но в такой некой аккуратной, осторожной форме. Ну вот. И вот вам, пожалуйста, да, сценарий Европа 43. И идёт о его обсуждении. И о чём, в принципе, говорят и на киностудии каждый из редакторов, в принципе, это сказал, и в кинокомитете. Сказали все в основном, да, замечательно, здорово, это нужно, это обязательно важно ставить такой фильм, мы должны, этот вот поганый самый длинный день, да, мы должны поставить свой фильм. Вот. Но нужно хорошо продумать композицию этого, конечно, сценария. Потому что есть Курская битва, безусловно, вот она в сценарии показана успешно. А как к этому притянуто и подтянуто всё остальное? Большой вопрос. Потому что, что вызывает вопросы, собственно говоря. Лагерь Маутхаузен, там есть целая линия, и, кстати говоря, линия, которая, то есть мы-то видим буквально в двух сценах Уласова, да, и Уласова там, вот, и пленных. А изначально в сценарии была вообще целая линия предусмотрена сюжетная, в которой два узника концлагия, Фёдор и Павел, бегут, им удается бежать из Маутхаузена, вступают в сопротивление в ряды итальянских партизан. Ну, это за счёт того, что там итальянская линия была очень сильно, я так думаю, что они в конце и Муссолини бы застыли. Так, собственно, ну, почти к этому уже и подходило, да. Вот, то есть, и потом, значит, один из них погибает, другой в горах Югославии вместе с партизанами. То есть там, на самом деле, вот такая целая сюжетная линия, линия героев была. Но вообще изначально эта линия была, во-первых, линия с власовцами, вызвала вопросы большие, надо ли это вообще показывать, каким образом это имеет отношение к освобождению Европы, собственно говоря. В общем, да. Да, то есть, вот в чём вопрос был. Какое это имеет отношение? Замечу, что изначально в литературном сценарии не было Якова Джуграшвили, да. Он появится позже, уже в Ижесёвском. Когда стало больше Сталина. Да, появился и сын Сталина, да. Вот, а, значит, вопрос с лагерем, да, вот был большой. Какое это имеет отношение? Ну, и понятно, что вообще тема консер-герей у власовцев, тем более в то время, такая достаточно спонная ещё пока что тема. Ну, да. Она не то чтобы, как бы, тема вообще о предатель коллаборационистов, она в кино отыгрывалась, уже вполне, уже взорвана, тогда уже вышел, по-моему. Или вот, да, 67-й, по-моему, где-то год. Да, то есть, это тема. И до этого были постоянные фильмы про каких-то героев, которые из военнопленных в немецкой форме переходили. Третий тайм вот как раз. Ну, третий тайм – это матч смерти. Ну, то есть, как бы, тема эта поднималась, Жаворонок тот же самый. Её не очень любили, но она не была табуирована. Она, поверьте, совершенно не была табуирована, но имя Власова, то есть, оно как-то внезапно возникло, и вот, ну, честно сказать, откровенно, её в финале-то, в финальной редакции фильма-то, понятное дело, что её подтянули к Якову, а потом её подтянули к Сталину, то есть, она там, как бы, сюжетно присутствует, хотя мы не знаем, там, в реальности встречался Яков Другасвили с Власовым или нет. Да, конечно, да, это тёмная история. Это один из многочисленных апокрифов, которые вот эта самая киноэпопея Озерова бросила в общественное сознание. Я солдата на фельдмаршала не меняю и так далее, вот. Но, во всяком случае, наверное, правильно сделали, что от этой темы отказались в результате, в широком, так сказать, развитии. Да. Вот, хотя, повторюсь, да, линия узников, освободившихся, да, там, которые с итальянскими партизанами, там, и девушка им одна, значит, показывает буквой Ви. Что такое Ви означает? Это Виктория, Победа. Да. А, кстати, если я не ошибаюсь, были же тогда проекты совместных с итальянцами фильмов, там как раз про Фёдора Полетаева хотели фильм снять отдельный, там было много нереализованных проектов, на самом деле. Да, да. Ну, как и, собственно говоря, проект Юлия Озерова, который реализован не был. Да, Вешние воды по Тургенеру. Да, то есть обсуждались такие, такого рода фильмы. Напомню, что с итальянцами во второй половине 60-х годов были очень хорошие отношения. Да, конечно. Завод Фиат, который итальянцы нам построили. Тольятти, да. Да, Тольятти и так далее, и так далее. Поэтому, собственно, видимо, поэтому, может быть, поэтому, но это я, опять же, предполагаю, итальянская линия была, может быть, даже продиктована кем-то сверху. В некотором смысле, конечно. Потому что в начале 60-х годов, да, на уровне компартий, на уровне комитетов, да, ведомств по кинематографиям, у них были встречи, и они говорили о том, что необходимо нам вот расширить нашу советско-итальянскую душбу, культурные связи, в том числе и в кино. И, собственно говоря, да, в этом смысле об этом шла речь. Да, и, ну, первая их совместная постановка, они шли на восток, да, Десантиса. Ну, и не забываем, что Дина де Лаурентис хотел делать проект, и сделал, в конце концов, фильм с Ватерлоусом Бондарчука. Да, и здесь они тоже, кстати говоря, появятся у нас. Конечно. Да, да, да. Вот, и поэтому, да, первый вопрос сценария, его по 43, это вопрос композиции. Какое отношение имеет Маутхаузен у васовцы ко всему этому, первое. Второе, неоднократно звучало, значит, что, как тогда выражались, слишком отдает сенсационностью, данью сенсационности вся история с похищением Муссолини, так сказать, дешево, да. Ну, вот, честно сказать, откровенно, вот мы сейчас его, когда смотрим этот фильм, поскольку тема Муссолини, она развития не имеет за пределами там прорыва, она на две серии разнесена, и она потом заканчивается. Да. А что это было, и зачем это, главное, какое-то отношение имеет к… Ну, мы теперь знаем, теперь мы знаем, да, мы про это расскажем еще дальше. Скажем, да. Какое отношение, и что хотели, и чего не получилось. Вот, но тогда, как бы, да, но это, как бы, возник вопрос вообще, да, какое отношение вот это похищение Муссолини, скажем, имеет к освобождению Европы, к подвигу советской армии, это вообще говоря. То есть, тот эпизод, связанный с, скажем, встречи с дучи с фюрером, когда дучи значительно не трясется, говорит, ой, я не хочу там больше, а фюрер говорит ему, нет, у нас все будет, мы будем наступать. Это, в принципе, имеет отношение, потому что, как бы, да, наступают советские войска, и, как бы, союзники трясутся, так сказать, да, наши, имеют в виду немцев. Вот. А похищение, это выглядит слишком дешево, хотя, на самом деле, те же, в той же редакции понимали, что, конечно, нужно чем-то развлечь зрителя. Конечно, нужна какая-то такая интересная история, ну, как же без похищения Муссолини? Ну, я, кстати, замечу, что при этом изначально же планировалось показать и союзников, вот, но почему-то, почему-то, вот, когда рассказывали о действиях союзников, если не показывали там Рузвельта, Черчилля, то обходились именно включениями кинохроники. И это смотрится, в общем, ну, скажем так, ну, ребят, если вы уже сделаете эпопею, давайте мы ее будем делать. То есть, формально-формально оставили просто-напросто кинохронику. Да. Кстати говоря, тут отдельно подчеркивалось, поскольку фильм широкоформатный, по разным другим соображениям сценарным, от включения врезок документальной хроники старались отказаться изначально. Ну, мы и в фильме видим, что там документальная хроника только на первых титрах, когда там навстречу войск железнодорожный эшелон двигаются. И вот эти вкрапления про действия союзников. Один раз в Сицилии, второй раз в Нормандии. И больше там кинохроники даже, по-моему, Ордена не стали показывать. Да, даже, да. Ну, в самом конце показывают нам такое смещение вот в кады. Ну, это понятно, это уже ход. Но на самом деле, на самом деле, вот очень многие советские киноэпики, последовавшие за фильмами Озерова, они как раз-таки грешат тем, что туда вместо всяких экшн-сцен вдруг включали кинохронику, черно-белую, плохого качества, потому что снимали на камеру с экрана. И это, конечно, очень сильно бесило, вот надо отдать должное, что Юрий Озеров такими вещами никогда не грешил. Поэтому, да, хроники не было в кадре. Значит, то есть, первый вопрос, да, вопрос с композицией. Кроме того, в сценарии были югославские и польские эпизоды уже к тому времени, то есть, и польское сопротивление, и югославские партизаны тоже все были показаны. Тита. Но они были как, вот знаете, такая картинка, да, появились. Чтобы было, чтобы было. А, собственно, говоря, вот как югославский эпизод в освобождении? Он потом в «Солдат свобода» полностью переехал, только вчера, по-моему, с фильтром ночным, или наоборот, без ночного фильтра. Но дело в том, что я могу понять, почему это произошло, потому что написали такое количество материала. И студия, ну, собственно, редакторы сидели студийные и думали, а как мы это все, вот у нас есть там 2 часа 40 минут, есть стандарт. Как мы в этот стандарт, это все вколотим. Да. Надо этих показать, этих, 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 этих и так далее. Вот посмотрите фильм «Не к столу будет сказано. Наполеон Ридли Скотта». Вот примерно, что получится, если вколотить подробную историю, значит, хорнометраж 2,5 часа. Да. То есть, у вас 3300 полезных метров изначально. Да. Будьте добры, и это, кстати, вот тоже важно, кинокомитет это утверждал сверху, да. Будьте добры, уважитесь, пожалуйста. А это очень просто. Есть норматив на двухсерийный фильм по времени. То есть, мы должны в течение дня показать энное количество сеансов, с которых мы должны получить энное количество прибыли. Если ваш фильм будет длиннее хотя бы на 10 минут, у нас уже один сеанс вылетает. Поэтому в Советском Союзе был строгий норматив. Односерийный фильм – это час 40 минут, двухсерийка – это 2 часа 40 минут. И поэтому, кстати, многие западные фильмы резали под хронометраж. По техническим соображениям. Чисто по техническим соображениям. Вот возьмите «В джазе только девушки», посмотрите оригинал, посмотрите «Советскую копию», вы увидите «Советская копия» более динамичная. Потому что люди резали не просто обо что-нибудь выбрать. Ну да, чтобы это… Да, они брали какой-то пустой материал, убирали этот материал. Да, конечно. И, честное слово, полные версии фильмов, они просто смотрятся более затянуто. Да. Вот. Поэтому, да. То есть, это плановая экономика в кинопроизводстве, в общем-то. То есть, об этом мы тоже не должны забывать, когда говорим о советском кино. Вот. То есть, значит, тут, да, тут обилие такой материала. И поэтому все говорили, что югославский, польский, да, это хорошо, что они есть, но они не подтянуты, собственно, к узкой битве. То есть, тут нужны какие-то сценарные связки, ставки, которые должны объяснить зрителю. А кроме того, все же прекрасно понимали, что зритель будет не только тот человек, который воевал, а придет молодой зритель, поколение, которое не знает войны. Им тем более надо все объяснить хорошо, подробно. Вот. Чтобы герои все воспроизвели, так сказать, и так далее. Вот. То есть, композиция, структура, да, об этом часто говорили, что она рассыпается, к сожалению, и ее надо собрать, починив ее основной идее, идее освобождения Европы из Советской Армии, наступлению, да, и так далее. Кроме того, теперь, если мы возьмем отдельные сцены, отдельные уровни, этажи, скажем так, этой киноэпопеи будущей, тут отдельные вопросы возникали. Конечно, у нас есть с вами, ну, скажем, уровень политических лидеров, уровень военачальников, уровень окопной правды, да, батальон Цветаева и так далее. Вот. Собственно, наиболее удачно был прописан, как все прекрасно понимали, батальон Цветаева. Естественно. Бондарев. Ну, он, по большому счету, и сейчас эти киноэпопеи работают только за счет вот этой вот линии, на самом деле. Да, да. А значит, в некоторой степени были прописаны генералитет, да, сцены генеральные, но в некоторой, отчасти лишь. И политические лидеры тоже там появляются у нас где-то. Черчилль, периодически появляется, значит, Муссолини, появляется Гитлер, ну, и Сталин там, эти герои тоже с Лузвельтом появляются. Вот. Но, что сказали? Сказали, что вот батальон Цветаева, да, все прекрасно. Действительно, война была, как бы надо показать ее в киноэпопее на этом уровне. Простые люди, солдаты, офицеры, как они, что они чувствовали, что они думали. Но уже тогда обратили внимание на то, что эта окопная правда там много выращивает на изнанку, да, скажем так. То есть, она не просто показывает подвиги, да, на поле боя, она показывает реальную их повседневную жизнь, да, в блиндаже, на КП, там, в какой-нибудь хате, вот, в окопе. И там разные истории. То есть, истории, где они друг друга недопонимают, где они где-то ссорятся. Ну, какие-то конфликты. Да, конфликты. Вот. И, конечно же, куда мы без нее, без любви, да. Любовь. Любовь танкиста Васильева. Совсем подряд. К некой девице под танком. Вот. Любовь, конечно же, капитана Цветаева и санитарки Зои. Ухаживание некого от техника за этой Зои периодически при ударивании, изыгрывании. Вот. И все тому подобное. Хочу сказать, что это вызвало неоднозначную реакцию. Вот. Потому что, ну, я думаю, что, конечно, на киносуде, в кинокомитете работали на опережение. Потому что понимали, что ляжет все это военным консультантам. Они это все увидят. А мы говорили об этом. Какой был посыл изначально у этой киноэпопеи? Доблесть советского воина. Подвиг. Ну, по большому счету, вот, например, тот же самый пресловутый «Самый длинный день», он без романтической линии прекрасно обошелся. Ну. Вот просто вот в лучшем виде. И более того, в книге она есть. Ну, такая, в воспоминаниях. Там одна из героинь, которую мужа увозят в гестапо и так далее. Из книги ее тоже выбросили, потому что… Из фильма ее выбросили, ну, потому что он не про это. Он не про это. И вот здесь как раз понятно, что Юрий Бондарев хотел поставить эту историю. Понятно, что… Человека на войне. Человека на войне и так далее. Но сам заказ этого фильма… Конечно. Он противоречил тому, что можно было… Это просто приказали зачистить. Вот, да. То есть, ну, другое дело, что да, там, вопрос, что зачистили, не зачистили, мы еще эту борьбу будем лицезреть с вами. Вот. Но, да, об этом было сказано. И потом в итоге Алексей Вадимирович Романов сказал, что вот, мол, это не для освобождения Европы. Танкист забавляется с девицами под танком. Вот. Значит, или как сказал один из редакторов кинокомитета, значит, что девицы поставляли свои услуги. Вот. Ну, мол, как вы в таком фильме это все представляете себе? То есть, тут были вот такие вопросы такого рода. С другой стороны, у нас есть генералитет, военачальники есть, конечно, Рокоссовский, Жуков и многие другие. Но тут проблема в чем? И с другой стороны, немцы, да, Манштейн, Модель, допустим. Здесь проблема в чем? В том, что они показаны как вот, скажем так, портрет из плаката, да. То есть, да, они такие говорящие головы, которые некие приказы, да, вот извлекают, принимают сразу какие-то решения, и все. То есть, офицеры-солдаты показаны у нас в батареоне Светаева, значит, как живые люди абсолютно, а эти показаны, ну, вот как плакаты, портрет из плаката. Ну, как персонажи киноэпопеи. Ну, да, в принципе, в принципе, да. То есть, как бы у меня у многих были замечания, а почему вот такой контраст, то есть, они же тоже люди, они тоже думают, и как-то бы надо это тоже показать. Ну, и кроме того, конечно, тут же стал вопрос, политические фигуры, что, значит, и да, что вот более доблестно показаны у нас немецкие генералы, вот, что они там говорят, что им надо сражаться до последнего, вот так, вот так, а у нас все какие-то метущиеся на поле боя, сомневающиеся, а у нас же наступление, ну, покажите нам наступление. Вот, то есть, тут опять тоже такой контраст увидели. И, конечно, политические фигуры, естественно, возник вопрос о Сталине. И, естественно, как бы все сказали почти в один голос, в разной форме, что мы не видим отношения авторов к Сталину. Мы не видим, какой образ создают авторы в данном случае. Вот. Ну, действительно, из тех эпизодов, что были в начале, это не очень было все понятно. Ну, то есть, было понятно, на самом деле были такие вещи, там, допустим, во время Тегеранской конференции из свиты Сталина полковник Огнев во дворе там стоит, значит, с кем-то, по-моему, из британских атташе тоже он, то есть, они, да, между собой свита одного с другим общаются, а они там что-то ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И, значит, идет товарищ Сталин, они заслонили, а этот полковник Огнев ха-ха-ха-ха там смеется. Значит, товарищ Сталин ему делает такое замечание, встает, уже пригодили ему путь, так сказать. И, значит, а британец видит вот там товарищ Сталин, Огнев оборачивается, вот так товарищ Сталин, ну, сразу, да, так это все тихо, а товарищ Сталин, значит, ему делает замечание, да, а что вы так это, вот, ну, веселый такой, может вам, вы лучше справитесь там с командованием на фронте где-нибудь? Да, ты что такой, серьезный, да? Вот. Ну, он сразу сник, естественно. А вот пусть тогда и идет командовать на фронт. То есть, вот такая история. Ну, в общем, я себе вижу какой-то фильм второй половины 90-х годов, вот честно скажу откровенно. То есть, в принципе, по большому счету, все то, что мы не очень любим сейчас. Да. Все то, что мы не очень любим сейчас. И, в общем, наверное, это были справедливые требования, потому что, ну, если ты показываешь эпопею, показывай уже, снимай уже киноэпопею в конце конца. Да, конечно. Раз уж вы заговорили в заявке там про Эйзенхауэра, про Гитлера, про Муссолини, про всех вообще военачальников там Черчилля, политические фигуры. Совершенно очевидно, на мой взгляд, дело там культ личности, не культ личности. Дело в том, что просто в таком фильме, как «Освобождение Европы», в котором мы показываем сверху донизу все, ну, объективно не может он обойтись без нормального высвечивания фигуры Сталина. Конечно. И вот на самом деле вот эти вот мелкие конфликты с каким-то полковником и так далее. Это я вот могу, так сказать, в перспективу заглянуть. Вот в фильме Юрия Озерова «Сталинград», например, там вот эта сцена со спаиванием охранника Черчилля, ну, которая совершенно ни к чему. Ну, вот ее сняли, ну, вырежь-то ее, и ничего не изменится на самом деле. Только время потратил, пленку потратил, там актерский ресурс какой-то, деньги какие-то на это дело потратил. Ну, то есть, есть фильмы одного класса, есть фильмы другого класса. И я там вот в идеальной киноэпопее, ну, мне совершенно неинтересно смотреть вот на это. Я хочу смотреть на армады танков, на полководческую мысль. Ну, то есть, грубо говоря, я хочу смотреть Тукино эпопею освобождения, которую я видел. А вот это вот я лично, да, как зритель. Вот эти все вещи я смотреть не хочу. Да. То есть, да, и кроме того, конечно, надо показать, как в Ставке верховного главнокомандования принимали решение, как собирались военачальники и так далее, и так далее. То есть, а тут без Сталина, ну, никак. На самом деле, в своих заключениях многие, и в том числе военные, сейчас я, наверное, об этом скажу. Значит, военные заключения вообще нигде и ни в одном деле фильма, ни в кинокомитете, ни на киностудии практически я этого не нашёл. Там были только заключения главного военного консультанта Штеменко и заключения редактора военно-исторического журнала генерала Павленко. Ну, генерал Павленко – это выдающийся советский военный историк, прекраснейший историк Петровского периода. Я по его книжкам учился еще, и, ну, они, ну, что называется, книги на все времена. Понятно, что историческая наука ушла уже далеко, но, собственно говоря, если вы хотите там ту же Петровскую эпоху изучать, то берите книги Павленко смело и не ошибетесь. Вот. И, значит, они, да, дали свои заключения, а я думаю, где же, все же пишут, что в главпу, там, значит, как-то следил, генштаб как-то следил, а где эти следы их действий, так сказать, контроля. И вот, значит, в Центральном архиве Министерства обороны в двух фондах, первый, как я уже сказал, главпу, собственно, армии флота, второй фонд – это военно-научное управление Гениального штаба Вооруженных сил СССР. Мы находим, соответственно, два документа. Один – это заключение отдела культуры, все они датируются где-то январь-февраль 1967 года. Заключение отдела культуры, главпула, и заключение военно-исторического отдела. Это еще первый драфт-сценарий, фактически, да? Да. Военно-исторического отдела, в принципе, такой был военно-научное управление Генштаба. Соответственно, они дали свои заключения, и удалось эти тексты извлечь из фондов само. И что они пишут? Отдел культуры пишет о том, что нужно показать в этом фильме более четко, что, ну, понятно, усилить публицистическую, как они писали, направленность этого фильма против фальсификаторов истории Второй мировой войны. То бишь, показать роль Ставки, показать роль партии, показать роль, значит, Генштаба, показать военный генералитет, показать членов военных советов, которые при фронтах существовали, а то у нас, как они пишут, все сводится к портрету генерала Телегина в самой первой сцене. Да. Члены военного совета – это, собственно говоря, политическое руководство того же самого фронта. Понятно, что в 43-м году у них таких полномочий, как до 16 октября 42-го года, не было, но это были очень значимые люди. Эти люди осуществляли связь с партией, эти люди очень сильно влияли не столько на вопросы полководческого характера, сколько на вопросы снабжения, пополнения, качества человеческого материала. Ну, все-таки они от партии, так сказать, приглядывали за своими питомцами. Это были очень важные люди, и их, если у, грубо говоря, командующего с ЧВС-ом складывались хорошие отношения, как, например, у того же Елеменко с Хрущевым, да, или у того же, например, Жукова там с Телегином, с тем же самым, то это приносило очень большую пользу всегда. Да. Да. То есть, отдел культуры Главпула сказал, что да, надо усилить опублицистическую направленность, показать все это больше. То есть, они как бы фамилию Сталина не называют, но всем абсолютно понятно, что если нам надо показать ставку, то тут без Сталина никак. Если нам надо показать там и роль партии, в каком-то смысле там тоже без Сталина никак. Все что угодно. То есть, тут выходило все из этих замечаний, само собой, что нам нужно расширить роль Сталина, и это, собственно говоря, в итоге было и сделано. А вот, и мы увидели все эти совещания в кабинете Сталина и так далее, и так далее. И на конференциях его, разумеется. А кроме того, конечно, были отдельные замечания, связанные с бытом советских офицеров. Опять же, в понимании политуправления советский офицер – это доблестный офицер, прежде всего, это благородный человек. Вот, поэтому, как они назвали отношения капитана Цветаевой, санитарки Зои, ни много ни мало. А так, вот язык наш замечательен тем, что очень хорошо видны все оттенки всегда, когда ты подбираешь слова, можно по-разному, да, сделать политру. Любовная интрижка офицера. Ну, это приговор практически. Это любовный интрижка офицера, без которой санитарь вполне может обойтись, сказали в отделе культуры главку. И, в общем, они, да, вполне правы. Вот, значит, такое замечание, но в итоге не обошлись все-таки, да. Вот, да, ну и многие другие вещи, и там же было упомянуто, что без заключения, конечно, надо руководствоваться заключением военно-научного управления, которым я уже еще скажу сейчас. И замечаниями были еще отдельные замечания генштаба. Вот, то есть надо понимать, что контроль со стороны военных был серьезным на самом деле. Ну вот, и консуль-военный консультант, и другие люди, которые давали почитать сценарий, посмотреть вообще свежим взглядом, а что это написано, как тот же Павленко из военно-исторического журнала, или Маша Маскаленко, кстати говоря. Ему тоже давали, причем как будто даже по его просьбе. Поскольку, видимо, я так понимаю, Озеров соавторы консультировались неформально с ним, и вот Маскаленко, естественно, захотел. Ну, я себе могу предположить, что, ну, во-первых, все знали, что руков что-то дал. Я так понимаю, поскольку проект был громкий, все хотели к этому проекту иметь какую-то... Приложить руку. Приложить руку. Это самое страшное, что только может случиться вообще с любым проектом, когда начальство решает к нему приложить руку, а тут начальства очень много. Да. И начальство, скажем так, амбициозное вполне. И об этом мы обязательно скажем. Да. И каждый из них считает, что его роль должна быть раскрыта. Да, да. Вот это была борьба за к иной эпопею, это отдельный разговор. Ну, вот. И, значит, военно-научное управление генерального штаба в лице военно-исторического отдела. Военно-исторический отдел читал, собственно говоря, труды по научной, научной по военной истории. Он читал мемуары. Кстати говоря, на упомянутого Еременко. То есть обычно я видел, скажем, заключения, да, замечания постраничными на мемуары маршалов, скажем, или кого-то из военачальников. Но вообще они ниже маршалов, членов вообще командующих армиями, членов военных советов ниже не рассматривали. То есть ниже это, в принципе, можно было рецензент к издательству привлечь. А вот если уж командующая армия, член военно-совета, извините, это, конечно, добро пожаловать в военно-научное управление генштаба. И, значит, военно-исторический отдел, он по-разному. То есть там обычно 6-7 страничек замечаний так стандартно видел. А на упомянутого Еременко и 30 с гаком где-то было, между прочим. Да, то есть там серьезно все посмотрели. Значит, а что касается фильма, сценарий фильма Европы 43, несколько страничек замечаний, они интересны, интересны тем, что тоже, опять же, некоторые мифы развлечивают в группе «Кинное папире освобождения». Вот, в частности, ну, самый избитый, по-моему, такой миф, что и сам Озеров просто, к сожалению, тоже в 90-е годы решил, да, культивировал его. Как он сказал, не дали, не дали снимать 41-й год. То есть почему мы снимали с 43-го с Курской битвы? Вот не дали. Ну, я скажу здесь, во-первых, а, как мы уже выяснили, идея фильма восходит к 63-му году, к 20-летию Курской битвы, к юбилею, поэтому… То есть изначально не предлагалось, в принципе. Да. А, б, было абсолютно понятно, почему с Курской битвы, с точки зрения идеологии, пропаганды и прочего, наступление. Ну да, наступление. Да, и в заключении военно-исторического отдела, что самое интересное по поводу того, что запрещали или нет, они-то, собственно, спросили, как бы в этом заключении авторов, что вот, мол, вы начинаете с 43-го года, но если вы, в принципе, хотите показать всю линию наступательную, то вы можете начать из 41-го, с контрнаступления под Москвой. Ну, мы-то знаем теперь, что 41-й не предлагался изначально. Да. Вот. Они про это не знали. Да, они не знали, но они, то есть они как бы, я к тому, что военно-научное управление Генштаба, они-то в принципе были не против, да, то есть там никто не говорил, так, стоп, только 43-го. Так, пожалуйста, а сделайте 41-го. Или, как они сказали наоборот, если уж освобождение Европы, то тогда уж 44-й там начните, да, соответственно. Да, ну, собственно говоря, вот если мы сейчас вот готовую уже киноэпопею посмотрим, то Курская дуга, ну, огненная дуга и прорыв, они как-то особнячком стоят. Да. То есть они, в принципе, заканчиваются, там есть совершенно логический финал в прорыве зимой, который происходит в момент выхода государственной границы как раз, и, собственно говоря, дальше начинается совсем другое кино. Да. И, кстати, в этом совсем другом кино там уже и герои фильма, первых двух фильмов, они уже появляются намного решили все. Конечно, конечно, конечно. Кстати, да, было одно из замечаний к первому сценарию Европы 43, что вот, мол, Цитаев и Зоя уже исчерпали себя там первой серии, как бы, да, надо как-то... И потом их, конечно, попытались подтянуть, да. Вот. Но да, там просто естественно... Там уже в следующих фильмах обратили внимание на штабную работу. Понятно, что там битва умов, война стратегии, так сказать. И тут генштаб и Вермахт тут показаны были, прежде всего. И Черчилль еще, Вот. Да, без Уинстона, Сэй Уинстона. Вот. А военно-научное управление сказало, да, почему не 41-й, да, там год, то есть вот на самом деле. То есть это к вопросу о... Были, конечно, отдельные постраничные замечания. Ну, скажем, в описании подполковника Укина... Это его Игорь Аценаев. Да, его Игорь Аценаев, который в итоге покончил жизнь самоубийством там и так далее, да, драматично эта история в окружении там закончилась. Что из окружения вышло очень мало, как раз там Цветаев выходит из окружения, да. Вот, мол, его описание, значит, оттопыривающий китель живот. Что это, мол, за такое описание, значит, командующего? Мол, офицеры, которые командовали тогда, они вообще все были молодые сравнительно, и он вполне, вполнеющий, сидеющий там показанный. Ну да, он не молодой человек. Да, да, да. Ну и оттопыривающий, конечно, китель живот, да. То есть, это опять, да, к вопросу об образе, да, советского солдата. То есть, эти детали, прям вот маркер такой, сразу бросались в глаза с компетентным структурой. То есть, да, были постраничные там, кто, как, кому обращался, кто там... А, ну, конечно, да, гениал Катуков и в отделе культуры, и в военно-историческом отделе сказали, значит, там ловят рыбу перед... В ночь перед началом немецкого удара. Да, да, да. Что вот, мол, может быть, и было такое, конечно, в реальности, но это как-то вот всё не сходится с освобождением и с такой серьёзной битвой предстоящей. Ну вот здесь вот вечное противоречие попытки показать людей как людей и той ролью, которую они играют. Кстати, между прочим, в самом длинном дне вот этих штук не боялись. Там как раз показывали людей и в какой-то бытовой ситуации. Там, например, вот замкомандира 29-й пехотной дивизии, которого Роберт Митчевым играет, там генерал, бригадный генерал Кота, он всё время, это и в книге Корнилиуса Райена прописано, он всё время ходит с сигарой во рту. У него потухший кусок сигары, там окурок какой-то, который... Он просто не помнит, что он у него во рту, он внешне спокойный, и фильм заканчивается тем, что он зажигает новую сигару себе. Вот, то есть, ну вот здесь, может быть, просто военные люди, они не очень понимали, что вот такие вот драматические моменты, небольшие совершенно, они очень хорошо человечность пока показывалась. И, ну, у них, видимо, была просто своя какая-то задача, в том числе и политическая, они эту задачу отрабатывали. Да, отрабатывали, и отрабатывали по полной программе, как мы потом ещё в этом убедились. Ну вот, значит, они дали свои заключения, Штеменко дал своё заключение, Павленко дал своё заключение, редактора сценарно-редакционная коллегия кинокомитета, киностудии, значит, потом была переработка, представили новый сценарий где-то ближе к весне 67-го года. А часики тикают? А часики тикают, да. У нас уже начинается режиссёрская разработка. Уже четыре года с момента замыслов. Да, 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 прошло уже четыре года. Ну вот, ну а с момента 65-й год, то есть, там на самом деле, вот честно скажу, обсуждение было большое, и Озеров и сотоварищи Курганов-Бондарев где-то подрастеряли даже энтузиазм, потому что в декабре 66-го года состоялось большое совещание в кинокомитете с участием представителей сценарно-редакционной коллегии, значит, и они стали обсуждать то, что получилось, как говорится. И, значит, опять, да, пошли вот эти возражения, которые в отзывах были, потому что Озеров, надо сказать, человек вообще был, насколько я понимаю, судя по его выступлениям, настойчивый, и просто так позиции он не сдавал. Ну, мне вот понравилось, у него было прозвище, друзья его называли Бульдозеров. Да. Ну, по нему, кстати, вот даже по тем интервью, которые показывали, пока он будет уже видно, что это человек могучей воли, но он сам по себе такой здоровенный мужик, и фотографии со съемок об этом говорят, что там человек, что называется, если он чувствовал свою правоту, он пер вперед, не имея препятствий. Да. Ну и те, кто с ним сталкивался, тоже были весьма серьезные люди, надо признать, что, собственно, и привел в итоге к этой ожесточенной схватке за киноэпопию. И они ему говорят, замечания говорят, а где-то они частично исправлены, там, во второй редакции не исправлены, подтянуты не очень. Вот. А, значит, он говорит, и Курганов говорит, и Бондарев, что, мол, мы так огорчены, что мы так уже долго работаем, то есть мы полтора года, там, с момента, когда принято решение, там, примерно, да, уже в кинокомитете, потом в ЦК, с единой 65-го года уже конец 66-го. И мы работаем, работаем, и такое ощущение, что нам кто-то мешает работать просто-напросто. Хотя у нас, на минуточку, есть решение ЦК КПСС. То есть у нас есть решение ЦК КПСС, а, значит, редактор какой-то в кинокомитете, который тут сидит нам и говорит, что он, значит, не в курсе, а представитель кинокомитета Роман говорит, вот этот фильм, он, значит, противостоит самому длинному дню, то да сё, мы там будем его с огромным размахом ставить. А редактор говорит, а что это у вас такое, а что это у вас такое, и вообще, что и зачем. Вот. То есть они, как бы, на самом деле были огорчены. И Озеров начал своё выступление тогда, в декабре 66-го года на обсуждении в кинокомитете с фразы, с весьма невесёлого каламбура, что для нас по существу сегодняшнее обсуждение и стало курской дугой. То есть вот так. То есть он просто вабанк. Да, просто вабанк. Вот. То есть они были обескуражены тем, что некоторые стали высказывать такие суждения, что вот, мол, вы тут освобождение Европы, а вы курскую дугу лучше свою курскую битву, которую вы лучше всего в сценарии показали, снимите. А мы потом посмотрим. Да. А мы посмотрим. А может вообще на этом тогда нам надо остановиться, да. То есть из-за того, что сценарий вот был композиционно где-то, да, вот не проработан, за исключением там, может, курской битвы, у многих возникали вопросы и, конечно, встречались препятствия на пути у авторов. Но Озеров, конечно, да. Мы все равно будем продолжать. Мы не отстудимся. Вот. Все равно, да. Хотя и редактора поработали там капитально над их сценарем, надо сказать. Но просто вот к вопросу о советском кино. А почему оно, собственно, советское кино такое? Ну, потому что государство выделило деньги. Да. Потому что вот эти редактора, они профессионалы, да, это же не просто какой-то там человек, это профессиональные люди, которым дали сценарий. И, собственно говоря, вот мы сейчас, так сказать, наблюдаем крушение Голливуда, когда пишутся какие-то сценарии, приходят какие-то люди, эти сценарии переписываются, переснимаются фильмы и так далее. Но вот мы видим, эта работа была поставлена нормально. Конечно. И хотя в освобождении там тоже были досъемки, пересъемки, но, по крайней мере, это не носило, во-первых, характера катастрофы, во-вторых, ну, скажем так, люди делали свою работу. Поскольку это был проект государственной важности на тот момент, чуть ли не более, на тот момент он уже чуть ли не более важный, чем война и мир становятся. Да, конечно. Потому что уровень принятия решения просто уже… Зашкаливает. Да, он зашкаливает еще. Вот поэтому вот так вот выглядело советское кино. Да, мы даем деньги, да, мы дадим вам войска, мы дадим вам все, что вы попросите вообще, мы разрешим вам снимать за границей, это по тем временам, скажем так, дорогого стоило, мы разрешим вам выбирать актеров, то есть вы будете иметь полную свободу действий, но по тому сценарию, который мы утвердим. Да. И потом я замечу, я немножко лезу, конечно, спойлер, когда дело доходит до съемок, все вот эти препоны прекращаются практически, там их нет, там их нету. Да. И снята-то картина была, в общем-то, в рекордные сроки для такого уровня постановок. Конечно. Конечно. Вот, но надо было пройти вот этот вот этап, он сложный, он неприятный, я не представляю себе вообще, ну просто как человек, который знает, что такое проекты, которые отменяются посередине, которые, когда говорят, а давайте не будем ничего делать, а зачем нам это надо, там это нужно, или сворачивают, а давайте вы действительно снимайте там курскую дугу, мы там посмотрим, если она нам понравится. Ну, понятное дело, что для людей это по меньшей мере оскорбительно, такие вещи, потому что они все-таки работали, они не из интернета скачивали сценарий, они его писали, простите. Да, да, да. И общались с людьми, которые имели непосредственное касание к тем событиям, о которых они сказали. Да, и сами, в общем, имели касание. Да, и сами имели касание. Поэтому, да, это отдельная история, это такая большая игра вокруг этого фильма, конечно. Но это и граф офисионалов, всем не менее, для людей, которые все знали. И так, значит, зима, весна 67-го года, мы наконец-то переходим с неким сценарием, режиссерским сценарием в итоге переработанным. К нему, опять же, высказываются те или иные замечания, подчасти те, о которых я говорил, что, как бы, опять же, свидетельствует о том, что Юрий Николаевич со товарищей были людьми упорными и свой замысел пробивали. И начинается период режиссерской разработки. До этого времени все, что начиналось с лета 66-го года, был, так называемый, преподготовительный период. Редко такое не всегда бывает в кинопроизводстве, но в данном случае особой высокой сложности постановка у нас. Поэтому, конечно, надо. Надо поговорить с соцстранами, с писателями, написать с ними. Кроме того, были командировки, не зря забывают переговоры. Переговоры. И, в общем, мы видим, уникальность существует в том, что сценарий еще не принят окончательно, но Озерову уже разрешают снимать, начинать те эпизоды, которые не вызвали разногласий. То есть, и фильм, вот когда вы возьмете книгу в руки, мы будем на нее проводить скоро краудфандинг, я напоминаю вам, следите за новостями. Вы увидите, что фильм собирался вообще по принципу лоскутного одеяла. Конечно. Оно, конечно, все фильмы практически снимаются по кускам, но здесь просто-напросто, когда ты вдруг понимаешь, что начинают практически даже не со съемок первой серии, а начинались другие, это все очень-очень интересно на самом деле. Конечно. Конечно. Вот. То есть, в принципе, в принципе, они запустились, и при этом они еще находятся в процессе доработки сценария. Подготовки, да. Непрерывной причем. Да, да, да. А потом еще в параллели запускались разные фильмы, киноэпопеи. Ну, в общем, то есть, это невероятные сложности все, и, конечно... Да, и здесь мы должны еще сказать, что про Юрия Озерова, что у него даже не столько кинорежиссерское дарование было, сколько дарование организатора съемок. И, видимо, просто-напросто вот именно по уровню организации, кооперации и прочего-прочего, эта история, она вообще аналогов не имеет и иметь не будет. Конечно, конечно. Ну, разве что Сергей Федорович Бондарчук, но надо помнить, что на войне ИМИ он инфаркт себе схватил. Да. То есть, ему это стоило, в принципе, здоровья весьма. Да, и Озеров. Ну, Озеров тоже, но он как-то был... Покрепче был, наверное, просто. Покрепче был, да. Вот. И, значит, весной 67-го года мы начинаем режиссерскую разработку, капитальной подготовки к съемкам, и у нас, конечно же, самая интересная часть до этого периода, подготовка актеров. Ну, еще по соцстранам мы отдельно, да, скажем? Да, по соцстранам, да. Тут у нас поездки состоялись разные в Венгрию, в Польшу, Югославию, значит, поговорили со всеми, в общем-то. И со всеми были заключены как бы некие протокла о переговорах и предварительные соглашения. Предварительные. Вот. Я на этой, так сказать, веселой нотке предлагаю сегодня закончить, потому что нас ждет еще огромная история, на самом деле. Если мы сейчас начнем рассказывать про ту Санту-Барбару, которая со соцстранами началась, это у нас займет еще очень много времени. Да и с актерами тоже. Да и с актерами тоже. Поэтому здесь мы ставим многоточие или точку с запятой. Встречаемся в следующий раз на том же месте. Задавайте вопросы в комментариях. Напоминаю вам, что на платформе спонсор лучше всего делать донаты, которые помогают создавать наш замечательный медиапродукт. С нами был Илья Стрикалов, кандидат в исторических наук. Я Григорий Пернавский. Про освобождение. Третью серию, как это, истории киноэпопе освобождения мы будем готовить. Спасибо, что были с нами.